Показания. В отталарингологии стабилография используется как вспомогательный метод, позволяющий оценить тяжесть нарушений у пациентов с рядом специфических синдромов. К числу показаний для проведения процедуры относятся болезнь Меньера-Вертебра-Базилярная недостаточность воспалительной, травматический или центральный лабиринтный синдром повреждений восьмичерепного нерва-Вестибулярная нейронит головокружения. Стабилография применяется в неврологии для определения степени постинсультных изменений у больных с ОНМК при экстрапирамидных расстройствах, рассеянном склерозе. В спортивной медицине процедуру используют, чтобы определить функциональное состояние бегунов, стрелков, гимнастов. Также стабилографию проводят при профессиональном обследовании людей, претендующих на вакансию летчика, промышленного альпиниста, моряка. Противопоказания стабилографии – неинвазивное обследование, которое никак не воздействует на работу человеческого организма. Поэтому абсолютные противопоказания к процедуре отсутствуют. Технически она не может быть произведена при следующих состояниях. Неспособность человека сохранять вертикальное положение тела. Безопорных устройств во время стабилографии. Возраст младше 3-4 лет и старше 70 лет при наличии мышечной атрофии и значимых нарушений осанки. Психиатрический диагноз пациента и неспособность выполнять инструкции врача, которым осуществляется стабилография. Подготовка к стабилографии. Подготовка к стабилографии должна начинаться заблаговременно. Ее отсутствие приводит к искажению результатов исследования. Чтобы получить максимально корректные данные, следует придерживаться нескольких правил отказа от приема нейролептиков. Отмена препаратов осуществляется за одну неделю до планируемой процедуры только по согласованию с лечащим врачом. Отказ от алкоголя и наркотиков. Средства, обладающие наркотическим влиянием в ТЭД. Часть этанол приводит к нарушению координации, что не позволяет произвести стабилографию. Этиловый спирт выводится в течение 1-2 суток, а пятые каннабиноиды – до 1 недели. Полноценный сон. Продолжительность ночного отдыха перед стабилографией не должна быть менее 7-8 часов. В противном случае могут возникать мелкие, но статистически значимые изменения в деятельности систем стабилизации тела. Сбор анамнеза. Следует выяснить, какие заболевания перенес пациент в прошлом, выявить доминирующую сторону правша – левша. Важным этапом является определение остроты зрения. Если человек перенес операцию по его коррекции, этот факт необходимо отметить в протоколе исследования. Антропометрия. Непосредственно в кабинете для стабилографии производится измерение роста и массы больного расстояния между передней и верхними остями таза. Эти параметры необходимы для подбора режимов работы аппаратуры. Перед размещением на платформе для стабилографии обследуемому необходимо снять обувь и носки. Манипуляция проводится босиком, что позволяет обеспечить максимальную чувствительность прибора. Методика проведения стабилографии осуществляется в помещении размером не меньше 3х4 квадратных метров. Освещение должно быть приглушенным, недопустимо возникновение резких звуков. Платформу устанавливают на расстоянии минимум 1 метр от каждой стены. Процедура проходит в несколько этапов постановка стоп. Возможен европейский и американский вариант. В первом случае пятки ставятся вместе, носки разводятся на 30 градусов. Во втором стопы следует ставить параллельно друг другу симметрично относительно центра платформы. Фиксация положения тела, больной встает по возможности прямо. Если процедура проводится с открытыми глазами, взгляд необходимо зафиксировать на специальном маркере. Повороты головы, разговоры, неоправданные движения недопустимы. Запись данных. Врач запускает регистрацию необходимых параметров на компьютере. Стандартное время одного цикла стабилографии 30,60 или 52,1 секунды. Ее повторяю 3-5 раз, чтобы исключить возникающие артефакты. Возможно проведение проб с открытыми или закрытыми глазами, полной темноте, с поворотом головы. Их количество влияет на стоимость исследования. Оценка результатов. После получения стабилограммы врач производит их оценку и расшифровку, что позволяет определить состояние вестибулярного аппарата или других структур, отвечающих за способность к поддержке равновесия. После стабилографии стабилография не требует специфических восстановительных мероприятий и последующего наблюдения. Сразу после окончания манипуляции пациент может быть отпущен домой. Расшифровка полученных данных обычно занимает около двух часов. По ее результатам производится коррекция лечения. При недостаточной информативности исследования больному назначаются визуализирующие процедуры, позволяющие выявить органическую патологию. Компьютерная томография, рентгенография, сцинтиграфия. Осложнение и информация об осложнениях на сегодняшний день отсутствует. Стабилография не сопровождается введением каких-либо лекарств или физическим воздействием, что исключает риск негативного влияния. В теории существует вероятность обострения патологии у пациентов, страдающих клаустрофобией, заболеваниями психиатрического профиля. Это связано со сравнительно долговременным нахождением в замкнутом пространстве и необходимостью выполнения указаний врача, осуществляющего стабилографию.